Всем привет! Сегодня покажу вам Киев. Уже апрель 2024 года. Решили поехать погулять на Андреевский спуск, также на Контрактовую и Почтовую площадь. Вышли из метро, сначала погуляем на Контрактовой площади, а потом пойдем на Андреевский спуск. Фонтан Самсон – один из древнейших фонтанов Киева. Первая статуя Самсона, раздирающего пасть льву, появилась на этом месте в 1749 году. Это Киево-Могилянская академия. Контрактовая площадь в Киеве – это историческое место столицы, которое сквозь века принесло к нам атмосферу старинного города. Контрактовую площадь называют Сердцем Подола. Именно здесь с давних времен проходили известные ярмарки. Название свое получилось из-за того, что купцы Киева заключали контракты именно на этой площади. Я люблю Подол. Отличная фотозона. Обычно здесь фотографируется. Такой общий вид, колесо обозрения, пузата хата. Памятник Гетману войска Запорожского Петру Сагайдачному. Сейчас будем гулять по Андреевскому спуску. Львовский шоколад, сувениры. Здесь на Андреевском спуске много старинных домов. Вот этот дом 1910 года. Андреевский спуск – одна из старейших киевских улиц. Своего рода музей под открытым небом. Снимаю это видео в рабочий день, поэтому людей очень мало. Это театр «Колесо». Прогулка по Андреевскому спуску никого не оставит равнодушным. Приятно погулять по Андреевскому спуску. Здесь можно заказать обед, глинтвейн, вареники. Показываю вам некоторые цены. Сегодня поднимемся на замковую гору по лестнице. Там открывается красивый вид на Киев, на Воздвиженку. Такой вид с одной стороны. А это вид с другой стороны. Посмотрите, какая красивая Андреевская церковь вдали. Мы скоро пойдем туда и посмотрим вблизи. А это микрорайон Киева, Воздвиженка. Элитный микрорайон. Здесь лучше видно замок Ричарда, Андреевская церковь и Воздвиженка. У меня на канале есть отдельное видео про район Воздвиженку в Киеве. Мы снимали очень красиво там. Вот поближе таинственный замок Ричарда. Оттуда мы шли. Мы идем сейчас к Андреевской церкви по Андреевскому спуску. Посмотрите, какая прекрасная Андреевская церковь. А это музей картин. Идем по Андреевскому спуску, пройдем по аллее художников и подойдем ближе к Андреевской церкви, с другой стороны. Еще раз покажу вам красивый вид на Андреевском спуске. Камера даже так не передает, как здесь на самом деле. Андреевская церковь поближе. Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Справа арка в доме. Через эту арку можно выйти на пейзажную аллею. Подошли к аллее художников поближе. Здесь еще есть такая беседка уютная. Сейчас пойдем посмотрим. Красота на Андреевском спуске. Ой, какая прелесть! Такой красивый вид со смотровой площадки на Киев. Прошли по аллее художников. Сегодня здесь очень мало людей продают картины. У меня на канале есть видео, я снимала здесь. Очень много здесь было тогда картин. Если кому интересно, посмотрите. Здесь есть несколько таких смотровых площадок. Красивый вид на Киев. Советую всем погулять по Андреевскому спуску. Это одна большая достопримечательность, протянувшаяся сквозь пространство и время. Сколько эпох она настала, сколько разнообразных событий пережила, сохранив для нас с вами свой неповторимый колорит. Хорошая фотозона. Здесь можно фотографироваться. Андреевская церковь с другой стороны. Поднимемся по лестнице поближе. Андреевская церковь – это православный храм в Киеве, освященный во имя апостола Андрея Первозванного. Построена в 1747-1753 годах. Расположена Андреевская церковь на крутом правом берегу Днепра над исторической частью города Подолом. Вниз от Андреевской церкви идет Андреевский спуск, по которому мы гуляли сегодня и сейчас идем, соединяющий верхний город с нижним. Здесь особенный колорит, на Андреевском спуске. Теперь идем вниз по Андреевскому спуску, возвращаемся на контрактовую площадь и пройдем по одной улице, придем тогда к метро Почтовая площадь. Прошли вниз по Андреевскому спуску и вернулись на контрактовую площадь и будем идти по этой улице и выйдем к метро Почтовая площадь. Но мы в метро не пойдем, а пойдем еще погуляем на Почтовую площадь и на набережную. Вдали видна Церковь Рождества Христова, православный каменный храм, сооруженный в Киеве на Почтовой площади в 1809-1814 годах. Церковь была разрушена по решению советских властей в 1935 и восстановлена в 2003 году в первозданном виде. Идем к Почтовой площади. Сначала подойдем к метро. Вот эта церковь поближе, церковь Рождества Христова. Идем на Почтовую площадь. Почтовая площадь – одна из старейших площадей Киева, которая находится на грани верхнего и нижнего города. Поэтому ее иногда называют Воротами Подола. Название Почтовая площадь закрепилось за площадью еще с начала XVIII века. При этом почтовая станция появилась здесь только в 1846 году. Археологи говорят, что первые поселения здесь были еще в IV веке. Пришли на Почтовую площадь. Это речной вокзал. Рядом с Почтовой площадью вы можете посетить пешеходный мост, который ведет на Труханов остров, где можно отдохнуть и покататься на велосипедах. У меня на канале есть видео, недавно я показывала этот мост. Показываю вам издали этот пешеходный мост, парковый. Здесь на Почтовой площади находится Макдональдс. Люди сидят за столиками. А внизу по площади начинается набережная, где можно прогуляться, отдохнуть, порыбачить. Мы сейчас пойдем туда, на набережную. Люди отдыхают за столиками в Макдональдсе. Идем мы на набережную сейчас. Такой вид на Днепр. С другой стороны Труханов остров. Видно пешеходный мост. Ричпорт. Пивбар закрыт. Уже вечер темновато. Погуляли по набережной. Все везде закрыто. Людей мало гуляет сейчас. Раньше там очень много людей гуляло. Будем ехать домой. Подписывайтесь на мой канал, если вам это интересно. Пишите комментарии, оценивайте видео. А я желаю всем мира, добра и отличного настроения. Пусть у всех все будет хорошо. Пишите комментарии, Продолжение следует...